Добрый день! Мы поговорим сегодня о стихе Торы, предложении в Торе. Написано так. Ваёмер Ишавали сказал Яков Йосефу, поклянись мне, что ты выполнишь мою просьбу похоронить меня в Маарата Махпела, в пещере праотцов. Ваёмер Ишавалу, Йосеф ему поклялся, ваёмер Иштаху Исраэль аль Рошамита, и поклонился Исраэль аль Рошамита на голову кровати или в изголовье кровати. Есть несколько моментов, на которые обращают внимание наши мудрецы. Первое. Кому поклонился Яков? Есть два объяснения. Одно объяснение, что он поклонился Всевышнему. Геморазий, строгать не дарим, говорит, что Всевышний всегда присутствует в изголовье кровати больного. Это первая вещь, которую мы хотели подчеркнуть. Человек идёт навещать больного. У нас есть заповедь Торы навещать больных. Да, это называется делать добро. Но иногда даже человек приходит, навещает больного, это выглядит как-то немножко буднично. Пришли, поговорили немножко, что-то обсудили, спросили, как твои дела, как тебя чувствуешь. Геморазий, строгать не дарим, говорит, что люди, у которых тот же самый Мазаль, они как бы под тем же созвездием, что ли, родились, или имеют какой-то общий духовный корень, они берут одну шестидесятую часть от болезни. Ну, не то, что шестидесят человек невозможно запустить, говорит Геморайля, каждый раз одну шестидесятую от того, что есть. Но всё равно это как-то буднично. Но здесь, получается, мы открываем совершенно другой уровень в духовном смысле заповеди навещать больных. Оказывается, человек, который идёт навещать больного, он должен знать, что сейчас он встречается со Всевышним, лицом к лицу. Совсем другое вообще отношение. Это примерно как человек пришёл бы в храм. Мы вот сейчас изучаем трактат Хагига с нашим уроком в офисе. Человек пришёл в храм в Песах, Шивот и Суккот. Написано, для чего показаться перед Всевышним. Так получается, человек, который идёт навестить больного, это то же самое. Он приходит, навещает больного. Духовный смысл этой заповеди, что он делает добро этому человеку, но при этом, как бы параллельно. Даже не отдавая себе отчёт, он встречается со Всевышним. Более того, забрать часть болезни могут только кто? Только те люди, которые под одним созвездием, с одним духовным корнем, с этим человеком больным. Но встречаться со Всевышним, с присутствием Всевышнего, любой человек, который приходит его навещать. Получается, мы видим такой важный-важный момент, что даже если какое-то действие выглядит нам очень маленьким, кажется нам очень будничным, очень простым, может быть даже незначительным, за ним могут скрываться такие высокие, глубокие вещи, что мы даже не представляем. Вот возьмите этот пример. Любое самое малое действие может оказаться очень значительным. И это, возможно, и есть понимание того, что ни к каким заповедям нельзя относиться с пренебрежением. Наши мудрецы говорят, и лёгкие заповеди, и сложные заповеди нужно одинаково педантично исполнять, одинаково скрупулёзно исполнять. Почему? Потому что даже если ты не понимаешь, почему эта заповедь так важна, иногда за ней могут скрываться такие глубокие вещи, которые ты даже не можешь себе представить. Поэтому нужно всегда знать, любая заповедь, у неё есть смысл, у неё есть необходимость к выполнению. И очень часто мы можем даже не знать всех тех тайных моментов, которые за ней скрываются. Это первый момент. Второй момент. Здесь есть мнение, что Яков поклонился Юсефу, поскольку он поклонился Юсефу в знак благодарности, что Юсеф согласился выполнить его просьбу. Поклялся. Но многие комментаторы говорят так, что он поклонился Всевышнему, несмотря на то, что он физически кланялся Юсефу Яков. И приводят такой пример, что Эстер, когда разговаривала с Ахашвирошем, она тоже разговаривала со Всевышним. То есть, несмотря на то, что она кланялась, вроде бы Ахашвироша разговаривала с Ахашвирошем, или Яков разговаривал здесь с Юсефом, всё равно он на самом деле поклонился Всевышнему, как в первом объяснении. То есть, здесь написана такая фундаментальная вещь. Человек может разговаривать с другим человеком, но при этом быть погружённым в то, что он разговаривает со Всевышним через поведение этого человека, выражающим свою волю по отношению к нему. И это тоже такое большое правило, которое стоит, может быть, подробнее как-то обсудить. Но здесь, по мнению многих комментаторов, Ибнезра, Сфорно, эта идея написана. Большое спасибо.